Татьяна Раевская больше 13 лет стояла в очереди на земельные участки для многодетных. У нее пятеро детей. Именно им женщина предоставила право выбирать, где в будущем будет находиться их дом. Подрастающее поколение решило остановиться на Крымском. Вагончик завозили очень долго. У меня вагончик на дороге стоял почти два месяца. Потому что вездеход отказывался заезжать. Говорит, если я к вам поеду, я не хочу у вас на поле ночевать. Я говорю, ну вы же вездеход, вы можете проехать. Он говорил, что нет. Потом, чтобы грязь затвердела, пришлось ждать морозов, доплатить. И вагончик занял свое место на полученном участке. Теперь семья Раевских, как и десятки других, не только из Крымского, в ожидании дороги, чтобы приступить к строительству. Мы надеемся, что наконец-то у нас будут дороги. Потому что если у нас не будет дорог, то мы ничего не сможем сделать. Это общая проблема. Дороги мы не можем попасть на свои участки. Мы не можем даже не подвезти ничего. Вот в Крещенские морозы ребята что-то завезли. Ну, слава богу, чуть распутится, у нас все. Мы тут и технику сажали. Прошлую зиму экскаваторы топились. Не знаю мы как, ну по три, по четыре дня вытаскивали это все отсюда. На встречу с главой района Андреем Ивановым в Крымское приехали в том числе и многодетные обладатели участков из соседних сел. Их разъединяют границы населенных пунктов, но объединяют проблемы, с которыми пришлось столкнуться в процессе освоения земель. Подтопление, отсутствие дорог и коммуникаций. Общий перечень проблем примерно у всех похож. Добавляются еще сложности с вырубкой деревьев, которые находятся на участках или на землях общего пользования. Договорились о чем? Сейчас составим график. Будем выезжать на каждый участок, на каждый массив, где мы выдавали многодетным нашим семьям земельные участки. И будем составлять по каждому массиву дорожные карты. Электричество в Крымское провели. На въезде шоссе положили плиты. Правда, последнее за свой счет сделала семья Макаренко. Благодаря этому супругам Олесе и Дмитрию удалось начать строительство дома. Но продолжить работы они пока не могут. Не хватает денег. Тех самых, что пришлось потратить на обустройство временного подъезда. Подтвердить траты документально, чтобы получить компенсацию многодетной семье сложно. Какая многодетная семья сможет официально купить плиты? И сколько это будет стоить? Ровно стоимости нашего дома? Это нереально. Естественно, мы искали пути, покупали вместо песка смыв, то есть более дешевый вариант. Брали манипуляторы. Какой манипулятор даст чек? Тоже нереально. Поэтому не знаю, что из этого выйдет. Попытаемся. Мы вас тогда ждем в администрации. Вы нам показываете свои расходы. Мы думаем, как компенсировать. У нас уж произошла такая ситуация. Но в дальнейшем прошу всех, кто будет задумываться над вложением своих собственных средств в дороги, сначала согласовывается с нами. В ближайшее время глава Одинцовского района посетит все населенные пункты, где обладатели участков столкнулись с проблемами. Сезонные работы, например, вырубку деревьев и проведение коммуникаций должны сделать уже этим летом. Дорожный вопрос планируется окончательно решить через полтора-два года. Правда, без финансовой помощи из областного бюджета. Вряд ли получится обойтись.